Библия Однако, все изменили люди, называемые пророками Они имели необычный взгляд на историю израильян И воспринимали ее как ключевую часть отношений Бога со всем человечеством Пророки тех времен были просто гениями Серьезно? Да, они создали невероятные эпические повествования И оставили нам образцы изысканной поэзии Мастерски использовали метафоры и рассказывали истории, дающие ответы на самые острые вопросы О жизни, смерти и человеческих страданиях Итак, эту книгу писали множество авторов? Да, текст формировался в течение тысячи лет Начиная с пребывания Израиля в Египте, во время их первого царства, строительства первого храма И заканчивая вавилонским завоеванием и пленением Потом, в переломный момент истории, множество евреев вернулись в свою землю Они построили второй храм, осознали, кем являются И собрали вместе древние писания Какой же была Библия того времени? Евреи называли ее акронимом Танах Т от слова Тора, что значит закон, состоящий из пяти основополагающих книг Н от слова Невиим, что по-еврейски значит пророки Эта часть включает в себя то, как пророки видели историю Израиля, а также их личное произведение Последняя буква происходит от Кетувим, что значит писание Это собрание поэзии, мудрых мыслей и различных рассказов Евреи верили, что через эти литературные произведения к ним говорит сам Бог Я слышал, что в эпоху второго храма были написаны еще некоторые книги Да, это различные сочинения, которые высоко ценятся еврейским сообществом Но еще с древних времен ведутся споры, можно или нет причислять их к священному писанию Итак, Библия — это целый ряд текстов, которые писались на протяжении долгого времени, а потом были собраны вместе При этом связаны единой нитью Это история о том, как Бог действует через свой народ, желая привести в порядок мир, находящийся в хаосе Она пропитана надеждой на то, что однажды придет новый лидер, который все восстановит Но этого так и не происходит, и линия обрывается То есть это искусно написанный шедевр не имеет завершения? Так и есть Но спустя несколько столетий на сцене появляется человек по имени Иисус из Назарета Он провозглашает продолжение истории Иисус сотворил множество чудес, а потом был убит Но, по словам его учеников, воскрес из мертвых Да, они заявили, что он является тем самым лидером, которого все так долго ждали Его первые последователи, называемые апостолами, описали жизнь Иисуса, озаглавив ее словом Евангелие, что значит «благая весть» Также была создана книга «Деяния», она о том, как это движение распространилось за пределы Израиля Далее были написаны послания различным группам верующих по всему миру И это все воспринималось как часть священных писаний Да, апостолы видели в этом завершение истории, начатой в Танахе, и продолжение, написанного предыдущими поколениями Они верили, что Бог говорит через новые тексты так же, как говорил через Писание Израиля Так возникли Ветхие и Новые Заветы А что первые христиане думали о книгах эпохи Второго Храма? Разные группы по-разному воспринимали некоторые из этих книг Но мы знаем, что они читали и ценили их, и даже помещали рядом с Ветхим Заветом Итак, у нас есть Танах, Писание евреев, произведение периода Второго Храма А также Писание апостолов об Иисусе Немало информации Что же из этого вошло в мою Библию? За две тысячи лет христианство приобретало различные формы Изначально христиане признавали только Танах и Новый Завет Но при этом люди столетиями читали и книги эпохи Второго Храма В конце концов, католическая церковь официально включила часть из них в Священное Писание Назвав второканоническими Некоторые православные церкви признали даже большее количество написанного в тот период Потом, в 15 веке, во время Реформации Протестанты вернулись к древнейшим писаниям пророков и апостолов Приняв только Ветхие и Новые Заветы Ясно, думаю, я понял Но как собрание книг, написанных разными авторами в течение тысячелетий Могут нести единую мысль Об этом мы поговорим в нашем следующем видео Субтитры создавал DimaTorzok